и снова всем здорово друзья мои сегодня у нас понедельничек понедельник никакой рифмы на слово понедельник нет на этот день недели так ребята какие у нас планы гаражик я уже приоткрыл чуток камазик у нас тут на месте коробки по-прежнему ныма опа ребята форсунка на месте за выходные и так никто и не открутил придется откручивать вытаскивать ну чё планы какие на сегодня сейчас я форсунку в первую очередь там колечко надо из ковырять и наверное на брызгая туда или в дышке или чел уксус оттуда налить наверное в дышке на брызги уксус а может быть за уксусом сгоняем все-таки домой говорят что он очень помогает так что хотел сказать хотел ребята я извиниться перед всеми своими подписчиками вот делать чтобы меня было видно хотел извиниться перед всеми моими подписчиками и под и перед людьми которых перед знающими людьми за что видно не вот сейчас скажу вам друзья мои вот за этот вот кран а почему потому что вчера в комментариях меня ткнули носом один мой подписчик но у меня носом в мою некомпетентность друзья мои ну честно говоря я как бы не считаю это уж прям так вот прям так серьезным таким вот этим тычком тычком скажем так смотрите что получилось я перебирал кран есть она у меня одно из видео да и на мой взгляд показалось что пружина стоять должна над клапаном а не под клапаном я разобрал свой старый кран блин пружина стоит наверху клапана вот верхней части верхней части вот этого крана стоит пружина да ладно я вчера комментарий прочитал пружина должна стоять внизу я не сталкивался никогда с такими проблемами как бы я вот сколь помню всегда я вот эту пружину ставил наверх клапана и раньше когда перебирал кран всегда настоялась сверху клапана я короче общение блин в недоумении в недопонимании в таком странном я пошел короче но в интернете в ютубе набрал канал шамиля посмотрел точно должна стоять внизу ёк макарек перед всеми производителями извиняюсь даже ребятам ничего в этом страшного нет нужно нужно признавать свои ошибки да я был неправ разговора нет и никому не советую там кран перебирать так как перебирал я но одно но есть почему-то после этой переборки почему-то кран то стал работать хорошо или я вот этот винтик затянул закрутил который болтался шел дым-бул дым может из-за него не знаю не знаю ребята но сейчас как бы тут кран работал все отлично что наверное 23 года назад его ставил он все работал как бы хорошо там сломалась вообще другая херня а не та которая как сказать не верхний клапан верхний клапан вообще ни разу не подводил куда вот ну такая там как он из вас поршень не поршень хер знает вот такие вот где ребята делом но сейчас у меня работа и пружина сверху и отпускается блин сразу моментально я не знаю почему так чудеса среди бегущих ладно это я сказал идем дальше идем дальше надо было сегодня обязательно по отрегулировать сцепление тоже у меня в комментариях один подписчик спрашивал сколько я сколько я делаю зазор от диска до кольца так где-то я взял штангенциркуль электронный штангенциркуль электронный друзья мои чтобы было все четенько о есть у меня вот такой вот электронный штангенциркуль дома работал что-то здесь не работает наверное батарейку на апере проверить сейчас вот так не видно меня сейчас проверю батарейку ребята сколько роче тыкал не тыкал батареечку на своем супер электронном блин вот здесь солнышко светит птички поют короче не работают ребята батарейка что ж поделаешь ёк макарёк блин долго лежал без работы долго лежал без работы батарейка села сейчас сгоняю либо батареечку куплю либо сгоняю домой за хорошим штангенциркулем за железом который не подводит выбирайте инструмент не сверх точный а тот который у вас не будет подводить так но я сейчас сначала колечко выковырю набрызгаю вы дышите а потом блин штангель специально ехать час из-за штангеля беда какая оказия оказия друзья мои вода не переключаемся все у нас у нас сегодня еще все впереди ребята так ребята сгонял я домой за таким штангелечка штангенциркуль или штангельциркуль нет не знаю так вы дышку взял вы дышку взял уже побрызгал чуть-чуть ей называется короче в d40 колечко так сейчас короче включу камеру включил вспышку ну смотрите там короче фокус могу стили покус короче ребята колечко я там не могу подобраться к кольцу вообще никак а может там его уже и нет короче ножом не у меня но что ножом короче ковырялся ковырялся нож сломал но это не суть так вот дышкой побрызгал о ребята вот такой я съемничек прикупил в том видео не видно было съемничек сказали заводской ребята сказали что это заводской но не самый короче на и крепчайший так сейчас короче будем там у меня болт еще вкручен я хотел как-то по-другому и форсунку да вытащить сейчас болт уберем вот виде сейчас короче попробую если вот этим съемником не получится ничего сделать вот этим вот съемником то я короче чё сделаю я закручу сюда болт цепь сделаю вот не видно вот так видно да короче цепь вот так перехлестнул за болт и ломиком попробую выдернуть но попробовал сначала съемником не переключаемся друзьям и так закрутил я короче накрутил съемничек ребята сейчас его немножечко под затянем до фикс до шплинта ну чё будем пробовать не знаю выйдет не выйдет но снимать ее все равно надо правильно лишь бы резьбу на выдрала ни хера себе ни хера себе струя не они идет даже нисколько не идет или пошла так-то крутится что-то где-то крутится она нет ребята вроде бы пошла фига себе с таким усилителем кручу ё-моё а вроде не пошла вроде пошла ребята чудеса какие фух первый раз у меня такое друзья мои так чё-то на молоточек куда-то постучать мы держим молоток-то у меня час 5 сек странное дело ребята молоток кто-то стыбзил короче никто молоток оказывается не тыбзил лежит фиг знает где короче капец надо ли так закоксоваться она идет потихонечку-то идет а чё блин вынимать головку из-за форсунки выкидывать головку что-то меня-то вообще не привлекает такая радость капец съемничку пишу оторвало нахер так еще интересней как быть то так он колечко таки колечко то в самом самом внизу ребята оказываться такие не добраться до него ни хрена да сейчас чё делать непонятно же ладно ставим на паузу ставим ребята на паузу и будем думать думу думе и переключаемся так бегал бегал короче ребята искал болтик а чё сделал не помню показывал не показывал смотрите короче открутил я вот этого штуцер так вот он штуцер открутил и короче оказывается вот здесь вот резьба в этого штуцера точно такая же как шпилька полуоси ребят нашел какую-то старую шпильку полуоси сейчас короче ее закручу ну сначала сюда одену кольцо кольцо от цепи и там короче будет видно сейчас что-нибудь поприкинем по кумекам так ребята смотрите что замастырил взял короче шпильку от этого как он называется от спад полуоси шпильку от полуоси ну какая-то старая нашлась закрутил короче в форсунку одел вот такое колечко одел колечко так и вот так вот его с кольцами соединил сейчас попробую выжимать не знаю что выйдет ребята выйдет ли вообще что-нибудь слазит я лозится еще тут ёк макарёк кого крышка не лопнула или спина не оторвалась ни хера так лом из торсиона ребята не помогает да я честно говоря еще боюсь крышку надломить как бы блин ну-ка сейчас будет распределение это больше наверно не пауза так ребята вам гнется взял еще короче трубу мою трубенцию лом из торсиона короче один не справляется так вот так вот вот так получается коротковато тут и ядрит твой корень ну чё вот с богом нихера ребята ладно сейчас я короче и попробую заколотить на место еще раз выдавать вот так же попробую сейчас заколочу и включусь заколотил я короче форсунку обратно чутарик прикрутил все на место выровняю немножечко короче короче ребята по ходу угол другой она вообще короче не вытаскиваться не спорь она вообще нискорь не поддается наверно угол другой блин здесь болт мешаться по-другому да никак не получится и зацепить такие вот дела да ребята дела попробуем по-другому вот так охламе сюда не войдет йог макарек вот таким макаром таким макаром блин домкратом вы конечно ух ребята чувствую я лун переломится скоро у меня тут скоро лун переломится форсунка не идет перекур друзья мои так короче ребят придумал такую конструкцию сейчас покажу блин среди ломик доска привязано все к форсунке там короче лебедка привязана к ломику сейчас покажу друзья мои и привязана короче к балки короче если это все сорвется все убьет на смерть короче не повторять ребята опасно для жизни сейчас чуть-чуть подтянул и буду подстукивать на форсунку ну больше блин вообще никаких этих нету смотрим смотрим не переключаемся подождите ребята извиняюсь три сучка у меня тут штативчик на он штативчик как она называться салфи палка салфи палка так все короче происходит в режиме времени да в полевых условиях короче такую конструкцию не сделать а вот дома можно сейчас я ребята тут по тихому подтянул лебедку короче ломик торсионный сгибается как этот короче ребята это короче катапульта блин хер знает то ли вылазит то ли не вылазит непонятно же да где хоть у меня еще болтик то опять кто-то в стык длинный болтик как она называться от головки блин это конечно блин может лежит сверху так как мы еще вот так вот трубой сейчас немножечко подмогнем че ребята идет не идет херна нет не идет труба гнется труба гнется я короче ее за штуцер то вытаскивал вытаскивал думал она крутится там короче стакан начинает приоткручиваться понимаете вы че чуть-чуть вылезал пойду еще подтяну ломик работает как рессоры его натягиваешь натягиваешь а он согнулся весь как динамический этот трос работает ломит ребята зацените она идет йог макарек ой так сейчас то я тебя вообще форсуночка в 5 сек вытащу йог макарек юрик макарерик все слава тебе господи да практически я ее выдрана практически и фактически труба сгибается блин так йог макарек да надо ли а столько трудов и усилий так ребята пауза так сбегал я короче быстренько еще раз поднатянул эту лебедочку ё-моё ребята а не повторять опасно для жизни йог макарек вся форсунка закоксовалась вот это колечко видимо пропустила тут его вообще как будто нет чё там ой там короче смотрите чё ребята это же я сам виноват два колечка там видите это короче виноват ребята это виноват короче ребята я сам сам не доглядел это называется безалаберность не догляд в грязный весь камеру можно использовать вместо зеркала так что получилось получилось что там наверное колечко когда форсунку вытаскивал колечко там осталось и короче оно задралось скажем так а я же новое поставил ё-моё вот оно и так ладно ребята сейчас короче я там все оболью водышкой шмандышкой вытащу эти колечки о ребята будьте внимательнее к таким вещам кто бы мог подумать ладно форсунки то это не проблема самое главное вытащили смотрите сколько нагара это же вообще обалдеть один нагар 11 нагар почти как сейчас головку чистить внутри надо ёрш ёрш сейчас наверное доска чудо магазина не на обед когда поеду на магазина доскачу самое главное вытащил я эту форсунку драную блин сам виноват так смотрите что стало с колечком это короче колечко осталось там внутри виде короче вот так вот на перекос форсунка его перекосила форсунка перекосила короче колечко который я одевал на форсунку при установке оно короче там было нормально ну тоже слезла смотрите дальше все я там почистил почистил там он видно пошкрябал форсунку почистил пошкрябал шпуньк все хорошо входит фокус мокус все входит и выходит юг макарёк так чё еще хотел отдам короче я наверное вот эту штуковинку токарю со сломанным да вот эти целый сломанной и он мне просто-напросто и и вот здесь вот проточит он подальше и нарежет резьбу потому что ну качество металла хорошее просто здесь скорее всего заужена вот в этом вот месте было заужено для стопора а так если этот наверное скорее всего на 12 12 вот эта вот резьба наверное на 12 да а там на 10 она убавится всего лишь два миллиметра и будет вот тогда будет прочно и ну сюда можно гаечку ведь накрутить чтобы она не потерялась вот этого штукент гаечку узенькую накрутить она все равно он видите сколько места тут много и все никуда не потеряется вот из-за этого вот стопора который вот здесь стояла про . про . и из-за этой проточки здесь вот оторвало башку резьбу резьбу оторвало резьбу ребятам все что-то мне не звонили из-за форсунок кстати из-за коробки я сегодня позвонил ягру мастеру ягру слушай ты мне сделать так чтобы ну объяснил ему какие запчасти новые в коробке съемничек ребята замечательный но видите как бы все тут ломиком такое как выдрал эту форсунку е-мое блин офигеть так из-за форсунок что-то мне не звонили звонил какой-то номер один вот так ровно отвечать не стал сейчас перезвоню ладно давайте ребята не переключаемся еще нам надо чудо сегодня поделать так ребят смотрите подписчик димон меня спрашивал как я регулирую какой я делаю зазор смотрите вот отсюда смотри димон вот отсюда во я вот от этой ступицы я делаю зазор 50 вот этот вот так вот я делаю зазор 50 сейчас пышку отключу сфокусируется вот 50 сейчас пышку включу от диска от диска вот отсюда от диска вам видно да от диска я делаю зазор сейчас пышку опять отключу я делаю зазор вот такой вот но фокус мокус телепокус эх ёк макарёк вот он шестьдесят шесть вот видно сейчас шестьдесят шесть почему я делаю так не знаю вот как научили как научили изначально вот видно 50 штангеля почему делаю так не знаю вот как научили изначально старинные шофера делать 50 от ступицы и по там получается 65 или 66 вот от диска ну еще вот делаю ну а диска 65 до и все как бы вот так вот делаю и не заморачиваюсь и этого вполне хватает за глаза так ребята примчался я короче с обеда сцепление отрегулировал ними не видать меня не видать так что хотел сказать сейчас позвонили короче из мастерской где опять пальцы пальцы в камере позвонили из мастерской где делают мне форсунки ребята и говорят отправил я им восемь форсунок получается 7 своих одна не своя из из восьми форсунок рабочих только пять вот так вот ну скажем одна была не рабочая со старого камаза до нас ну с другого камаза она была сняла с рабочего камаза но скажем так что она старенькая форсунка но остальные это пять форсунок рабочих и получается моих две не рабочих ребята такие вот дела сейчас короче их регулируют регулируют и наверно завтра послезавтра я поеду за коробкой их заберу друзья мои так а сейчас а сейчас наклею кая ребята наклеечку вот такую же вот такую же наклеечку только к себе на легковую машинку пусть будет как подумал прикинул захерачу сейчас сюда вот на заднее стекло и и стекло вымою протру и приклею будет у меня логотип моего канала везде на всех автомобилях и прицепах ладно ребята не переключаемся ну что друзья мои закончил я на сегодня ремонтик с машиной получилось с машиной получилось вот чего ничего так нормально вроде получилось приклеил вроде бы ровно так ох 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 форсунку вытащил сцепление отрегулировал сделал короче от ступицы 50 миллиметров видели да что еще да все больше ничего короче я не сделал сегодня абсолютно ничего ничего шеньки ну на этом вам заканчивать давайте ребята всем счастливого пути всем удачи на дороге кстати говоря наверно завтра сделают мне коробку форсунки уже сделали форсунки уже готовы позвонили все грит алексей юрьевич приезжайте форсунки вам готовы давайте ребята всем счастливого пути всем удачи на дороге пока